друзья снова всем привет мы продолжаем работу над этим столбом и сейчас наша задача это доделать светильники и нижнюю часть парформы сейчас я создам новую коллекцию назову я бэйс и свет и сейчас мы это все перенесем туда нет всю платформу не буду я просто отделю некоторые части примеру вот эту сказка и что было видно что я забираю после вот это и одно из вот этих перекрестий так это я перекинул и здесь у светильника тоже нужно необходимой части вот это вот эти две ныне нет две не буду хотя можно 2 1 пока одну перекинем и одной из стоек все все что нам нужно сейчас пока для работы сейчас переходим слой бы и слайд здесь у нас все необходимое есть можно принципе оставить это все на месте так как нет необходимости для скульпта центр ставить сохраню я сцену сейчас нужно немножко поправить опору сделаю ее пошире и хочу придать ей более интересную форму здесь можно чуть-чуть чуть 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 и повыше сделать так смотрелось более интересны и создадим изгиб пропорциональное выделение включая также режим сглаживания выделения сфера и в режиме справа я хочу ее сдвинуть немножко по оси y вот примерно так чтоб она смотрелось более интересно отлично так теперь нужно увеличить и детализацию для того чтобы во время скульпта когда мы будем делать и мыши применять к этой стойке чтобы нам потом кисточкой не пришлось важный поэтому просто можно сейчас применить модификатор был был режим сетки включу что было видно и включим градус для того чтобы вот эти части не захватывались сегментов мы поставим пока ты и смещение делаем чтобы не совсем на края были острые ну принципе все применяем модификатор и добавляем опорные линии здесь эти линии нужны для того чтобы во время садила вот эти линии не уходили в сторону не разъезжались здесь мы поставим центральную опорную линию вот не было так так еще центрально так и и сюда здесь тоже можно центрально поставить здесь вот эту линию чуть чуть выше для того чтобы ровно к вода здесь получался чтобы было видно что опорной линии одинаков для того чтобы края они ровно садились когда садив при примене чтобы они равны были так сейчас давайте поименем садив как делом нас и увеличим его даже на 4 плотность нам не имеет сейчас значения потому что мы все равно будем и мыши применять в обжиг режим перейдем вот все она теперь ровно и и обрабатывать будет хорошо play применяем дальше у нас еще есть вот это и вот это здесь нужно все что нам сделать это так у нас по нормален пропорционально забыл выключить сюда немножко сюда здесь тоже принципе не нужно слишком много нам чтобы она была утоплена остался у нас только вот этот брусок его тоже нормально здесь и здесь так у него нужно сначала вырметь там спорн еще раз так а мы сейчас поставим центр геометрии так а мы сейчас по курсору сделаем для этого выбираем курса здесь зажимаем shift и сюда его и нужно по геометрии вот так вот все оба у меня все по геометрии и сейчас можно с помощью скейла чуть-чуть уменьшить этот брусок так как намного смотреть сверху как он будет принципе нормально но и здесь тоже так и вот эту часть тоже вовнутрь и убьем сюда принципе все готово сейчас мы будем все это дело скульптить здесь принципе менять ничего не нужно давайте перейдем в режим скульпта и начну я скульптить вот с вот этого бруска нужно выбрать брусок именно трансформ тоже позицию выставим 0 и обратно от скульпт есть и выставим и машина примерно 0 1 применяем нет 0 1 маловато будет еще с . 0 0 5 control р я применяю точно так же можно обновление сетки производить то есть допустим какие-то манипуляции делаю потом контролл р опять и опять дальше можно работать с сеткой она он его не переработает сейчас мы изолируем столб этот все нормально здесь работает режим изоляции все можно работать для начала я думаю что нужно создать нам рельеф так это будет крыть как это уменьшить и создам еще один дубликат сюда в кистях нужно выставить нормал радиус чуть чуть меньше это для того чтобы края захватывали допустим есть я без нормал радиус работаю только я очень плохо обрабатывается а вот если его чуть чуть уменьшить примерно до сюда то можно захватывать свободно если постоянно контролл зать нажимаешь он сбрасывает меню настройки так силу нажатия отлично точно также рельеф создаем а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 я другой стороны это не так важно очень ну все же силу мы уменьшим и опять так и здесь я думаю что как раз вещей не спас поплавать вот лучше смотрелось да потому что слишком много окружина дает и немного пойдет ну и сейчас небольшие части добавить сюда элементы трещины и тому подобное сейчас мы возьмем наши трещины и поработаем немножко с ними как все таки надо чтобы было видно поставим все таки screen но уменьшим рейндж начнем control нажимаешь он сбрасывает настройки здесь вот главное тоже не замусорить много потому что можно перебросить этих трещин и получится такая шумная модель очень потому что еще наша задача сравнивать ее тексты хотя текстуру нету но бы на горя вот эта текстура вот если включен сейчас стол скульпте слетела так вот если мы включим это стол убрать нужно нам части то важно соблюдать тоже пропорция иначе получится что плотность плотность рисунка дерево здесь может быть выше чем на столбе это будет достаточно заметно поэтому смотрим трещины слишком мелкие тоже не делаем их так трещина отображается на той стороне этого у кисти нужно в адвес включить он фейсом ли и немножко подобавляем сюда сюда их так и здесь нужно тоже только покрупнее такую трещину еще иногда можно добавлять на вот эти части трещины они хорошо идут когда весь вот таким вот образом и можно на внутренней части немного хотя здесь все не так будет заметно но все же здесь тоже на внутренней части можно добавить так и сейчас мы за руки добавим минус есть вот опять же небольшие как если бы ударяли сюда ножом топором и и так далее где здесь 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 можно немножко сверху что такое так и так можно убрать нам не мешал принципе все больше добавлять ничего не буду на эти потому что слишком много и так уже сейчас просто скопируем их вот и сейчас нам наша задача еще поработать опоры с растяжками вот этими распорными брусками и мы их тоже этот кусок выберем и залива с ним достаточно просто добавляем ему тоже и мыши где-то точка 0 2 посмотрим маловато все таки точка 0 0 5 нет это миллион вершин тоже слишком много точка 0 0 0 1 много 900 точка 0 0 0 1 то решение в сцене все таки точка 0 5 пусть будет сейчас тоже его нужно обработать по кругу что я в принципе и сделаю так и вот или и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 а ведь жизнь то геометрии все сейчас можно скопировать его уже вот таким вот образом повернуть можно сюда немножко сдвинуть его так поздно это немного повернуть после вот принципе нет зачем можно вот сюда его и верхняя часть тоже z двинем позит так пиас перевернуть все принципе это готово можно сделать вот таким вот образом где у нас а transform поставить центр и просто скопируем вот таким вот образом и сейчас если посмотреть на стул немного здесь у него еще не хватает таких опор вот эти штуки вот их нужно сюда поставить в середину сейчас мы 3d курсор выравниваем по этому брусочку для того чтобы наш оригин чтобы брусочек чтобы оригин тоже выравнить по бруску и работать в таком режиме так и сейчас нужно вот отлично он стал после этого мы наш пивот оригин отправим на геометрию обратно вот он если сейчас выбрать курсор то здесь можно спокойно двигать его в таком направлении сюда его и повернем на 90 градусов вот таким вот образом дальше еще раз скопируем здесь тоже и можно его развернуть на 180 градусов ну в принципе отлично смотрится сейчас остается нам только вот этот коробку верхнюю собрать для светильника для этого мы сейчас тоже будем выравнивать вот эти штуки одно скопируем вытащим отсюда и сейчас нам нужен пивот для нее ладно оригин геометрия делаем вот так что было видно ровные нам не нужно и сюда чуть-чуть и все в принципе она выровнена как как нужно это уже не нужно нам сейчас здесь сейчас задача ее выставить по светильнику для этого для начала я ее назову не вижу вот так вот и сейчас давайте поравняем я сюда можно и уменьшить чуток по иксу и суда сдвигаем вот именно так чтобы не мешалась она и еще раз ее скопировали повернули эти чуть чуть побольше сделаем с x так у нас с x вот так и и и по x так по игре к суда сдвигаем сейчас нужно нам чтобы было видно эту часть сил так z 180 вот так и эту часть вниз чуть-чуть я их вытащил для того чтобы они не были внутри по иксу сейчас на ту сторону и переверачиваем так по иксу опять здесь уже можно выставить половине сейчас внешний каркас мы соберем и уже принципе готова будет почти все так этот мы скрываем она больше не нужен это тоже не нужно и это не нужно вот теперь остается только вот эти скопировать z90 их можно даже чуть чуть вниз вот примерно вот так вот это сюда вот и там на верхней части было еще типа решетка такая вот мы сейчас тоже сделаем z90 набегаем сюда и эти бруски нужно уменьшить потом развернем x 90 по реку еще одну скопируем сюда потом x 180 и сюда скопируем я такая решеточка получается здесь тоже можно x 90 вот такой вот получил такая коробка получается у нас и здесь остается только она вот эти штуки получить отсюда и вот это их перенесу в бейс лайт а это убил вот так он сейчас нам осталось только поставить веревки мы ее сделаем из вот этой веревки и получаются крючки можно вот эту всю часть обвести и объединить все у нас это получился светильник есть еще от него вырежены в центр и мы поставим так обязательно сохраниться нужно на сцене светильник готовы сейчас наша задача поработать немного с крючками вот этими мы их выделим сначала вот этот обработаем так его нужно отделить и и заливаем пока чуть-чуть он должен быть я думаю что потолще давайте сделаем примерно так теперь опять еще раз изолируем его и в режиме скульпта чуть-чуть обработаем смотрим с куками полигонов надо . 0 1 где-то наверно 7 0 . 0 0 8 ну сейчас его немного поработать его ну что такое края таким вот образом какие-то края сгладить так даже не слишком высокая вот так будет и еще раз поработаем с краями их обязательно немного сглаживаете потому что типа металл обрабатывался как у сгладил нас не как дерево так и здесь вот эти части тоже самое я их сначала сглаживаю по кругу потом немного можно обработать чтобы они не соединялись не сливались вот этой частью главное а а как будто я часть я сглажу здесь здесь и осталась только эта часть вообще такие штуки очень много делают долго все это делается поэтому какие-то моменты я ускоряю видео для того чтобы не затягивать все эти процессы потому что на самом деле вот так вот можно целый день просидеть за скульптинг какой-то вещи поэтому очень важно это для вас нет смысла мне растягивать ролики на так много так еще раз моего мышь увеличим где-то ты потому что вот эти части тоже хочется немного работать с ними память там здесь что много и вот эту часть и вот эту часть тяжело когда слишком много страниц высоки тяжеловато некоторые вещи обрабатывать так и сейчас легким клазурным пройдусь по поверхности чтобы края не были прям острые все рельеф почистить тем самым вот и сейчас думаю вот эта штука уменьшим кисточку отлично нет добавим мусор который был был при отливании этой штуке кольца и здесь когда конечно не переборщить опять же потому что что просто со стороны смотрелось что это все таки металл у нас ну и можно чуть-чуть что такое постоянно еще и такие звук небольшие ну и здесь вернем сейчас сцена назад его изоляцию убираем смотрим в принципе его можно же и уменьшить для того чтобы новый не скульптик мы сейчас что в принципе и сделаем вот изолировать его так сначала выбрать теперь и залива опять сцена сохранить я сейчас вот здесь поработаю с ним немного так оригин мы поставим в центр скопируем его сюда сюда потом его отскелить чтобы он поменьше размером был так если его отскелить по z ну в принципе нормально нет он уменьшается не очень получается это так мы сейчас просто посмотрим как это будет выглядеть если он и так хорошо смотрится я думаю изоляцию выключим да нормально это кольцо нам не нужно больше больше и мы сейчас вот одну вот эту штуку отсоединим она у нас будет для создания кривой по которой будет двигаться веревка что-то задержался экран нам нужно просто по удалять все ненужное что так изолируемая непонятно дергается что-то x и вертекс а нет не вертекс вот эти вот можно было оставить сейчас x вертекс и у нас остался а линия вот это из нее как раз и будет сплайн создаваться и сейчас мы обратно из изоляции выходим все что нам нужно да что такое дергается бывает что-то происходит непонятно так примерно сюда я и направлю пока веревка там потом разберемся с ней и здесь по z это немножко сюда и так и сделаю вот что я сейчас вы мне сцену все и экстудирую еще на эту сторону уже некоторые поняли для чего я это делаю сейчас так 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 мы ее конвертируем в кривую в кривую на верту кривая и теперь к этой части мы свободно прикрепим а веревку которая у нас вот просто раз мы оставляли я еще говорю что мы ее оставим она нам пригодится ворона что у меня тут анимация вся работа поэтому и тормози так непонятно так веревка этот изоляцию выключить это все скрыть нам не нужны столбы это не нужно вот вот у этой веревки есть модификаторы я ее прошла составлял для этого говорю что периодически вот сейчас просто скопирую я ее еще раз создам копия и все что нам нужно это сюда взять раз два два так и что здесь не так так проблема позиционирования у него пивот здесь стоит а должен в центре и сейчас просто нужно пивот all transformation выставить и веревка встала туда куда нужно сейчас мы посмотрим и сейчас нам нужно редактировать сплайн наш примерно таким вот образом и эту часть сюда конечно можно сделать крючки ну у нас они не предусмотрены были если вы захотите можете сделать и крючки так как это в принципе игровая модель она не нуждается в них особенно так нет так так как лопальская стен был нет у нас добавить точку только с отделом ладно сейчас отделом и добавим и вот сюда вот я здесь тоже можно сюда выдвинуть ее немножко вот таким вот образом вот вот наша веревка принципе готова здесь если вы хотите можно сделать еще вот таким вот образом так сейчас выбили типа отсюда она выходит вот сюда и тоже тоже и вниз здесь тоже самое немножко выше и поднять потом в собственности можно нарисовать здесь что-нибудь типа кольцо или можно даже для себя его добавить если вы хотите вот так пойдет все у нас вот эта веревка готова ее остается только с дублировать и развернуть сохраню сцену модификаторы нужно применить по очереди начинаю с верхнего чтобы не рассыпалась все конструкции все теперь это у нас просто мышь можем двигать как угодно и вот у него правда стоит не там где нужно ну да ладно можно поставить по геометрии или по ну вот здесь поставим сначала поставим сюда origin наш 3d курсов прошу прощения и потом мы можем по укуса ставим сейчас копируем веревку z 90 можно чуть-чуть при поднятии ну вот что то так типа вот такого получается у нас и сейчас давайте сцену мы эту соберем до конца уже все здесь все все что нам нужно сплайн этот не нужен но я сейчас почищу создал временную папку временные временную коллекцию все что из нее я потому что точно сейчас не знаю что можно будет выбросить все что нам не нужно мы в нее перекидываем темп такую очистку сцены сделаем для того чтобы подготовить уже объекты сборки так это темп тоже и что у нас еще здесь не хватает вот эта часть сейчас мы все вот это объединим целое чтобы нам не было столько мусора а это очень коллекцию начали контрол джей позиционируем его пациенту тоже наш светильник тоже объединим принципе не обязательно объединять можно просто скопировать его на ту сторону вместе с вот этими частями сто восемьдесят вернем вот и остался у нас столб веревка веревка так и в режиме скульпта можно посмотреть в принципе не нужно было режим скульпта включать сейчас мы вот так сделаем так 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 там вот как над кап вот и и освещение сразу так раз под зависает вот так должно быть вот принципе столб наш готов так 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 это убивать еще раз все в следующей части мы уже начнем делать и топологию и покраска там и топология она не долго происходит не сложно и покраска и все на этом будет урок уже закончен ну все всем до свидания и счастливой разработки успехов вам